Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Про этот эпизод мне рассказала моя старая подруга. После просмотра этой серии с ней начало что-то твориться странное. Она стала шизофреником. Строго 18+. История создана на реальных событиях. Дальше я вам расскажу всё со слов своей подруги. Я сидела, мне было 5 лет, и по телевизору показывали Барбоскиных. Родители были на кухне, а я сама сидела в гостиной перед телевизором. Началась новая серия Барбоскиных. Читать я не умела, но название серии было мрачное. Диктор сказал, смерть Гены и Дружка. После этого была сама серия. Серия началась с того, что Дружок был привязан. Перед ним стояли Лиза и Малыш. Они были странно одеты, в чёрно-красные. Глаза у них были белые. Это было очень страшно. Я сидела и дрожала от страха. Лиза рассказывала, что они будут проводить сеанс экзорцизма на Дружке. И всё это снимали на камеру. Она взяла фалу имитатор и засунула её в рот Дружку. Это было ужасно, особенно для моей психики. Потом она начала бить его черпаком и ходить по кругу. В это время Малыш читал заклинания. С каждой новой строчкой его голос менялся. Он становился более грубый. Дружок звал на помощь. Но никто его не слышал. И он начал плакать. Лиза и Малыш сели в кресло и ждали чего-то молча. Дружок в это время кричал. После этого начались помехи. Выскочил одна из песен спустя полчаса. Малыш стоял и рассматривал Дружка. После чего сказал, нужно больше сеансов провести. И они начали испытание громкими звуками. Если прислушаться, то можно услышать крики маленьких детей. Дружок всё это терпел. Второй сеанс был ещё ужасней. Дружок должен был сесть в человеческую плоть. Он уже был почти без сознания. Но Лизу и Малыша это не останавливало. Они хотели утопить его в ванной. Но Дружок смог вырваться. Его глаза налились кровью. И он поклялся, что убьёт их, даже если будет мёртв. И три раза повторял, что проклинает их. Вдруг в ванну вошёл Гена. Недолго думая, Лиза и Малыш привязали его к стулу и начали проводить свои эксперименты. Гена умер быстрее, чем Дружок. После просмотра этой серии, я очень сильно плакала. И повсюду видела странные тени. Разговаривала сама с собой. Родители не знали, что со мной делать. Об этой серии я никому не рассказывала. Призналась я только сейчас и Сергею Олесу. Да, вот такая вот история, бро. На этом всё. Става Сергею Олес поставила к тебе это всего-то 2 секунды. Мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. И помни, это всего лишь моё воображение. Но это не точно.